Добрый день! Мы с вами находимся в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры. В рамках культурно-образовательного проекта «Читать модно» мы представляем вам новую книгу. Автор Комаров Сергей Анатольевич, доктор филологических наук, профессор Тюменского государственного университета, один из ведущих ученых, который занимается изучением, исследованием жизни и творчества Петра Павловича Ершова. Ершов родился в 1815 году, и значит, где-то лет шесть назад мы широко отмечали его двухсотлетие. Только в 20-м сказка, написанная 15-летним молодым человеком, который приехал из Сибири учиться в Санкт-Петербургский университет, эта сказка оказалась не просто живучей, а одной из самых популярных сказок в мире. Только в 20-м веке ее 200 раз переиздавали, переводили на все почти иностранные языки. Но сказка-то была написана для взрослых, как и все литературные сказки – Шарль Перо, Гоффмана, Пушкинские. Интересно, что когда эта сказка «Конек-горбунок» была опубликована, то неистовый Виссарион, Виссарион Белинский, раздраконил из сказки Пушкина, и за одним досталось и Ершову. Потому что, с одной стороны, литературная общественность и культурная среда не понимали, ну как из провинции, приехавшей из глубокой Сибири, страны каторжников и страшных морозов, как молодой человек в 15 лет мог написать такую феноменальную вещь, объемную, интересную, трехчастную. И вот это вот самое интересное, что один из главных упреков Белинского был в том, что надо было брать и Пушкину, и Ершову тексты народных сказок и ничего от себя не дописывать и не придумывать. Опишите, запишите и издайте. То есть Белинский не понял, что этот совершенно новый жанр рождается, литературные сказки, которые по мнению и вот в работах Комарова, он подчеркивает, что сказка «Конек-горбинок» питается тремя моментами. Как бы с одной стороны, подпитывается и сюжетно, и литературно, и стилистически, и символически, и так далее, и так далее. С одной стороны, это безусловно фольклорные традиции народные, народный лубок, народная частушка, многонародные сказки и так далее, эпосы, былины. Все это можно обнаружить, элементы в творчестве и Ершова, и в элементах этой сказки «Конек-горбинок». Второй момент – это безусловно религиозно-христианская составляющая. Ну и третий момент – это знаменитая комическая опера, с которой был знаком и Ершов, и писатели-поэты XIX века. Итак, значит, несмотря на то, что вот после блестящего окончания университета, историко-филологического факультета, Ершов пытается остаться в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что он пишет письмо, просьбу ректору университета, чтобы поспешествовать ему, чтобы он там остался, потому что это среда, и он занимается литературой. Нет, его очень жестко отправляют не просто обратно в Тобольск, но отправляют преподавать предмет, который он не очень любит, а именно латынь. Ну, мать заболела, она тоже, то есть в Санкт-Петербург отобрал, умер отец, умер его брат Ершова, и, естественно, возвращается в Сибирь. И вот тут начинается его, с одной стороны, тяжелая провинциальная жизнь. Умирают один за другим дети, второй брак, и как бы вот, ну, нужда. То есть все равно он живет очень огранично. После блестящего начала, после общения с Гоголем, Пушкиным, Жуковским, после вот этой вот среды он попадает в глухую провинцию, именно в Тобольск. Но интересно, что вот Сергей Анатольевич Комаров, он отмечает, что если, как литературовед, он описывает не просто биографию, он показывает нам, как в этой ситуации, несмотря на вот сибирские традиции, несмотря на какую-то тяжесть материальной жизни, меняется и творчество, и меняется литературный взгляд самого Ершова. Он обращается к историческим темам, это ему близко. Он пишет поэму «Сузге» о татарской царевне, молодой жене, последней жене Кучума, о присоединении Сибири к казаками Ермака. Он пишет затем отдельное стихотворение, о себе он говорит, что «рожденный в недрах непогоды». Вот это вот ощущение, рожденный в недрах непогоды, и плюс как бы несостоявшаяся мечта или творчество, посвятить себя своему чистому творчеству, оно сказывается на судьбе. И после интересный еще один момент, что вот Комаров отмечает, это первая научная монография за 200 лет, писали разные. Он отмечает, почему же не было единой научной монографии «Биография писателя» Петр Павлович Ершов. Потому что, с одной стороны, было время, когда вот он только что был, и не было цинки еще. Непонятно, останется в истории, как это и что-то. С другой стороны, социологический подход – это, естественно, советский власть с ее вот этим социореализмом. Куда вписать разговоры о Боге, рассуждения, воинствующий атеизм, значит, как бы вот целый пласт выпал. Следующий момент. Открылось огромное количество новых документов, архивов. И как бы исследователи основные, они занимались каждой своей темой. Вот эти осваивались эти документы. И только вот Сергей Анатольевич Комаров впервые создал научную биографию писателя. Причем эта биография написана не историком, не социологом или культурологом, а написана доктором филологических наук, замечательным, сам поэтом, ученым, исследователем. И читать эту биографию очень интересно. Мы попадаем в эпоху, мы попадаем в центр литературоведческих и журналистских размышлений девятнадцатого века. И мы понимаем, что сказка «Конек-горбунок» намного глубже, философичнее, чем вот ее преподают. То есть попытка адаптировать сказку для детей, хотя была написана для взрослых. Там много очень таких реминесценций, там очень много отсылок к известным текстам, к образам и так далее. Попытка адаптировать – это была одна из причин, тоже одна из причин, почему не было создано научной биографии. И вот перед нами великолепная изданная книжка с прекрасным оформлением, с хорошим научным аппаратом, со сносками. И мы видим здесь кратенький биографии творческой, список литературы основных монографий Комарова. Причем, надо сказать, что вот Сергей Анатольевич – автор, один из авторов коллективной монографии творчества Ершова «Сказка и стих». И здесь, в общем-то, и Рогачёва Наталья, и Селицкая и так далее. То есть мы представим маленькую-маленькую подборочку, мини-выставку, работ, где последних буквально, где Комаров публикует часть своих материалов о Ершове. Книга, вот эта монография или эта биография поэта читается очень интересным. Читается на одном дыхании. Все, что мы знали о Ершове, дополнено анализом, дополнено новыми фактами. И поэтому и культура Сибири, и культура XIX века, и литература открывается в совершенно новом каком-то аспекте и воспринимается с удовольствием. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.